Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии. И сегодня мы читаем книгу Батия, 4 главу, 4-5 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от ука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Неужели наш Бог лицеприятен? Неужели после получения тех даров, которые угодны Ему, Он может проявлять лицеприятие, а при получении даров, которые неугодны Ему, высказывать свое неодобрение? Давайте посмотрим, что написано в книге «Второзаконие», 10 глава, 17 стих. Здесь сказано «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Почему Господь не берет даров? Потому что Он есть Бог богов, владыка владык, Он не нуждается ни в чем, Он не нуждается в целых мирах, Он абсолютно благостный и самодостаточен. В послании к римлянам, 2 глава, 11 стих, мы находим текст, где сказано «Ибо нет лицеприятия у Бога». Но теперь мы вернемся к нашему отрывку, который мы уже прочитали. Почему Господь презрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел? Дело в том, что Господь судит помышления и намерения наши. Вспомните, когда Господь наш Иисус Христос общался с разными людьми, в том числе и с книжниками, и фарисеями, Он читал их сердца как открытую книгу. Он видел их помышления. И Он иногда прямо так и говорил им, что вы помышляете в сердцах ваших. И тем самым Он показывал, что Он истинный Бог о том, что в человеке никто не знает, об этом говорится в Священном Писании, кроме самого человека и Духа Божия. Духом Божьим Христос проницает все сердца. И в случае с Каином и Авелем нет никакого лицепрятия. Посмотрим, как описано это событие выше. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Казалось бы, логично предположить, что если Каин – земледелец, он должен приносить от плодов земли дар Господу. Тем более, что в книге Иисуса сына Серахова сказано, что земледелие учреждено Господу. Господу. Но это не совсем так. Далее. «И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их». Вот ничего подобного не сказано о жертве Каина. Просто сказано – от плодов земли. А в случае жертвы Авеля, говорится, от первородных стада, то есть от самых нежных, оттука их – лучшую часть, из лучшего – лучшая. А так как Бог судит сердечные намерения наши, Он видит наши отношения. Ведь Господь, собственно говоря, не судит наши поступки, потому что многие наши поступки, и к чему это приводит, это от нас вообще не зависит. Но Господь всегда судит намерения наши. Например, в Библии говорится о том, что братья продали Иосифа в Египет. Но из самого текста книги «Бытия» мы не видим, что братья продали Иосифа в Египет. Мы видим, что они имели намерение продать Иосифа в Египет, но пока они совещались между собою, там подошли язычники, вынули Иосифа, и началась перепродажа его. И потом он оказался в Египте. Но Слово Божие обвиняет их в том, что они продали своего брата. Ибо Господь смотрит на наши сердца. Но есть и другое объяснение. Каин приносит жертву Богу от плодов земли, то есть без пролития крови. Обычно такая жертва приносилась за какие-то малозначительные согрешения. Авель приносит очень серьезную жертву с пролитием крови, из лучшего – лучшая. Такая жертва, она приносилась за какое-то серьезное преступление, которое мог совершить человек. И возникает вопрос. Если кровавая жертва, она как бы заявляла, это я согрешил, и меня надо убить, мою кровь пролить, но вот эта жертва – заместительная жертва. Какое же страшное преступление совершил Авель, что приносит такую жертву? И почему Каин ничего подобного не приносит? Он приносит жертву без пролития крови. Каин не считал себя ответственным за преступления и ослушания Адама, преступления и ослушания Евы. Он считал, что он сам по себе, а не сами по себе. Это религиозный эгоист, который готов приносить жертвы, но ничего серьезного, потому что ничего серьезного он как бы не сделал. Он не считает, что грех Адама заведомо исказил и его внутренний мир. Но Библия учит, что через кровь Адама смерть входит в этот мир. И в псалмах Давида мы находим слова «В беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя». Каин не считает себя грешным. Он считается нормальным человеком. Он служит Богу, он кормит семью. Напротив, занятость Авеля выглядит чем-то бессмысленным. Ведь тогда же не ели мясо овец. Авель выращивает овец. В лучшем случае могли брать шерсть от овец, чтобы шить одежду. А Каин – он добытчик. Каин – это кормилец семьи. Мясо было разрешено вкушать только после потопа в законах Ноя, Ноаха. И Бог не принимает жертву Каина. Конечно, иногда говорится, что сын за отца не отвечает. Это плохой сын не отвечает за отца. А хороший сын молится за отца. Делает все необходимые ритуалы, связанные с памятью отца. Он может даже накладывать на себя пост, заниматься благотворительностью в память о своем усопшем отце или о своей усопшей матери. Авель был таким человеком. Он приносит серьезную жертву, потому что он понимает, что преступление Адама тяготеет на нем. Ведь Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. У него совсем другое отношение. И смотрите, что говорится в книге Левит. 13 глава с 10 по 13 стих. Это законы о проказе и о карантине во время инфекционных заболеваний. Священник осмотрит, если опухоль на коже бела и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. То есть человек такого заключает в жесткий карантин, он признается нечистым, если проказа местами на его теле. Местами. А смотрите, что говорится далее. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. То есть если проказа местами – нечист. Если все покрыло проказа – чист. Это образ того, каким должно быть наше раскаяние перед Богом. Оно не должно быть таким, как у Каина. Да, вот здесь я неправ, но в целом я неплохой человек. Раскаяние должно быть таким тотальным, как у Авеля. Когда верующий признает, что в результате прорыва греховности в наш мир от темени головы до подошв ног нету здорового места. И Бог объявляет чистым того, кто сам считает себя нечистым. И Бог объявляет нечистым того, кто сам себя считает чистым. Вот почему Господь презрел на Авеля и дар его благосклонно, и не презрел благосклонно на дар Каина. Ибо Бог как книгу читает наши сердца, твое и мое сердце. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok